итак ребята всем привет сегодня у нас зимний коп и снова у нас в этот раз будет новый дом и мы здесь будем сегодня с камрадом да мы вдвоем сегодня будем с камрадом шуфить в общем дело предстоит такое нужно будет снять часть полов вот потом нужно будет все это прозванивать и результаты вам конечно показывать в общем проехать мы сегодня очень много на счетчике у меня уже 90 километров накатали очень много и все-таки доехали до того дома который я хотел оставить на будущее ну как говорится на черные времена но сегодня как раз тот момент и наступил за окном у нас метель да в прямом смысле метель снег метет и мы с юрцом сегодня решили наветаться вот в такой домик мы его обследовали посмотрели вот и только сейчас я решил начать вот сюжет с такого момента сейчас я вам немножко покажу что у нас здесь вон у нас юрец привет привет в общем печка здесь уже начато кем-то разбираться вот мебель здесь у нас отсутствует но раньше здесь была шикарная мебель резная я вам сейчас пробегусь и кое-какие сюжеты покажу с этой мебели но мебели повторюсь еще раз все вытащили он в общем пустой ну покажу для наглядности что у нас здесь будет вообще происходить но начну здесь вот со входа вход здесь ничего интересного полы здесь будут сняты тоже вот насчет резной вот смотрите ведь видали здесь какая была резная мебель ручная работа вот так что немножко может здесь светить начали нет уже начали немножко работать вот и сделали распилы потому что здесь доски были цельные пилить ломать нужно с умом потому что ты тут перегородка стоит вот на лагах вон тоже мы их специально не трогали и для вас для новичков кто будет таким делом заниматься перед тем как пилить обязательно сначала проконтролируйте что именно сделали мы распил около лак а около плинтуса они сами просто выдрались полностью мы не стали все это пилить потому что нам нужно был просто доступ вниз там мы будем залазить подкапывать здесь мы тоже распил сделали под печкой мы ничего не трогали здесь тоже немного распылили и смотрите что у нас там всякая лабуда мусора очень много но я вас уверяю этот дом нам даст очень много хороших находок если вот спуститься вниз и начать кое-какие сюжеты разглядывать то что вам могу сказать вот ведь вот такие вот мелкие вещи тоже падают это означает что монеты здесь точно есть ну конечно же при первой же монете при первой же интересной находке я конечно же вам включу все и покажу дом очень старый так что находок будет в изобилии больше чем в прошлом доме где я делал небольшой сериал из шести выпусков там у меня получилось 122 монеты если не ошибаюсь вот так что здесь тоже будет немало печка галанка вот красный кирпич кто-то и уже бомбил не знаю кто но в принципе сегодня мы будем здесь копать до темно чуть немного стемнеет мы это все закроем чтобы не было никаких соблазн людей заглянуть что здесь и кто здесь фанерой закроем и при помощи света фонарей будем работать планирую здесь задержаться на на ночь так что пожелайте удачи и так ребята с юрцом мы кобуряем здесь вот монетки правда советики я не снимал не особо то выпало у меня вот такое количество уже монет так сколько того раз два три четыре пять шесть семь восемь но решил заснять лишь из за того что вот было у меня монета 3 копейки освещение плохое 35 года когда вот так вот я думал серебро двадцатка перевернул почистил трешка 35 ну юрца там тоже сколько ну ладно юрца там тоже наверное такое же количество как и у меня так что пока все нормально юрцу нравится сам вам находки имеется вот юрец старой вояка у него намордник есть на лице я же блять все по как по старинке ладно будем ждать будем копать чё там будильник а будильник ладно будем копать советики надеюсь будет царики дом старый и так ребят ну наконец-то стоит вам показать нашел глазами сначала выпал вот такой волчок и потом кругляшок смотрите какой чистенький 1899 год нужно даже не протирал пальцами даже не трогал все как есть патин такая красноватая смотрите сейчас пальцем проведу другую сторону и она станет немножко блестеть смотрите видно вам нет и стал блестеть классный классный вот это я понимаю монетка от ради этого дышим гадостью которая здесь имеется вот столько я уже накопал вот такое количество я юрцу говорю пока 100 монет отсюда не выковыряем домой собираться даже не будем с десятку уже есть у меня с десяток юрца то есть норма в принципе выполнимая я все как делаю как вы видите пост своей старый метод выбрал вот такой вот тоже угол очистил и туда сваливаю сделал себе короб чтобы здесь все прозванивать все что у меня здесь будет выкопано до конца потом уже буду смещаться то есть я всегда копаю по своей методике чтобы не пропускать сигналы и чтобы все 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 прозвонить так что метод работает идем дальше и так ребят прошло еще наверно полчаса после того как я последний раз снимал монеток и всякой ерунды накопилось вот такое количество все что было интересное после двушки царской это было 20 копеек рамочник 43 года советики советики ничего интересного и выпала наконец-то крупная интересная вон стоит вон ямы я его ковырил извинел извинел чуть лопата начала крепсти кирпичи пошли и выпала такая крупная монета смотрим что это за монета так это три копейки двадцать четвертого года вторая медная сегодня неплохо неплохо вторая медная вторая крупная да да ребят трешки они в принципе из царской меди сделана еще последняя медь двадцать четвертого года и была царская медь ладно ладно классно юрец там тоже борется у него а ты про с катушкой снайперкой так что неплохо проводим время самое главное не метет на улице метель жутко там прям прям жуть как метет снег сыпет а мы здесь в тепле на всю ночь доверить ладно продолжаем итак ребята не знаю радоваться ли нет начал я собирать уже вторую кучку 2 копеечка двадцать четвертого года был полтинник 50 копеек и выпало вот такой вот кольцо желтое я раньше золото копал и знаю как золото выглядит но это желтое кольцо но это наверное не золото это скорее всего может быть латунь внутри желтое ярко а вот снаружи немного окислилась скорее всего латунь но если золотой я прям буду в восторге это второе кольцо первое колечко у меня было серебряное но она такое знаете я вам даже и показывать не хотел вот такое серебряное кольцо вот так второе кольцо и уже наверно монет насколько наверно третий десяток только у меня и у юрца там куча классно 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 и это представляете только копаем вот здесь вот эпицентр все время у нас уходит именно вот сколько раз два три четыре метра четыре метра вдоль стены и от стены может быть метр здесь мы еще и вообще ничего не трогали и монет у нас море море так что дерзаем дерзаем дальше копаем не так ребят сместился я в другое местечко там там где я шурфил получилось 44 монеты вот и сместился сюда потому что там пошел кирпич кирпич мусор здесь вот горшочки темная керамика и монетка выпала 1952 год рамочник неплохой бодрый поднял я здесь же пятачок 60 наверно года вот такую вот зачетную я не знаю что это брошка ли что но металл такой знаете похоже что на серебро тяжелый металл вот и он не окислился может быть и серебро пробы конечно посмотреть тяжеловато не знаю но тяжело наверно брошь была вот так что сейчас здесь от посмотрим горшочки как вы видите черные юрец на чердак полез не знаю чего не там выпадет так что вот в такой вот бездне мы проводим сегодня время мало снимаю потому что в основном все советики после 60 ничего интереса вот так что при свете уже фонарей работаем и так ребят у у вас с камерами все в порядке это у нас просто такая темнота юрец уже как бы закругляется и заодно давайте посмотрим что у нее тут по находкам че юрица царя два владимира владимир владимирович 92 ельцин что дальше все нас там еще интересный совет и так сам андрея начать я была так заколки то что капал вот какой год не знаю но знак старого образца до герой герб еще старый 27 давай двушку 27 это вообще будет огонь смотри какой сухом то хорош какой 33 что ли 33 да у меня был 35 не был 35 так чего нет еще это хреновина кто знает чуть такой такой знак на обратной стороне и цена 25 копеек вот такая вот шляпа чё это не знаю автомобиль откопал диппера ряд школьных пуговиц причем разные школьные пуговицы разные эпохи так чуть тоже монетка что дом горел его перестраивали после этого мы только узнали что дом переделался перестраивался тоже старый герб того у него получилось два насколько 17 монета 17 монет она вышла конечно должны были по 50 на каждого юрец немного подкачал 15 а вот еще 15 и здесь 3 18 18 монет ну так вот не знаю сейчас посоветуемся посмотрим что дальше делать муж домой ну если домой буду собираться то я вам тоже свои находки в каждом сколько чего я накопал уже совсем-совсем темно по улицам даже собаки не ходит до боятся уже вот такой домик на улице метели прекратилась и с крыши капает значит плюс ладно итак ребят решил я запилить а концовку именно вот такого характера хочу вам сказать что сначала давайте вам покажу эпицентр что мы за шурфили вот видите вот этот вот пятачок и все больше мы практически нигде не шурфили и это место нам принципе очень хорошо дало как вы видите вместе с юрцом сегодня у меня юрец был напарник поднял очень достаточно много находок я уже про его находки говорил вот ну а мое все цело вот так вот получилось я я вам обещал но оказывается я немножко рано своим языком было ну что 100 монет мы с юрцом с этого места выкопаем и поедем домой но план выполнил только я вот 50 монет юрца немножко поменьше вот но в принципе это не все я вам говорю то что прошу фильмы всего там я не знаю от стены 4 метра и от стены метр вдоль стены 4 до и от стены и от стены метр и все и вот такой-то обилие все что интересно я хочу обострить внимание это трешка двадцать четвертый год в принципе неплохой наверное будет двушка двадцать четвертый так два пятака полтинник даже вот смотрите полтинник 61 года один царь приятный чистый царь двадцатки тоже в изобилие двадцатка пятьдесят второго года двадцатка сорок третьего года вот другие двадцатки 92 вот еще трешка 35 со старым гербом приятно а остальное бла 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 всякая ерунда десятки ельцина вот восемьдесятые шестидесятые года три ходячки из глубины представлять из глубины конечно же часики часики звенели детские часики автомобиль кабриолет вот такой зачетный брелок попался не значит за брелок зимторишь один ты решить и такой рижская косметика ну и по шмурдюку обострю внимание получилось три кольца медное кольцо серебряное кольцо это наверное все таки латунное кольцо хоть внутри желтая проглядывается но это цыганское золото это цыганское золото по бижутерия вот этот не знаю серебро нет но металл такой тяжеленький вот такая еще серьга с камушком тоже она извите не окислилась вообще значок влксм и один значок съел кто-то вот так что так вот жира в чем и его писать да в принципе вот так вот и наверное на этом будем заканчивать все прощаться не буду рожи как у хрюшки грязные так что все всем пока до новых встреч фу ребята чуть штаны не наложил ток что блин перебежал кабан дорогу такой здоровый 11 обычно не толпой ходит ой боли вы спрашиваете меня сань когда сезон откроешь как вы видите у нас снег валит и асфальт у нас белый так что еще не знаю когда откроем сезон но кабанчик был огромный огромный может быть даже и секач ну ладно продолжаю свой путь ну а сейчас я приехал домой монетки я немножко почистил для того чтобы вам показать то что мы сегодня именно при шурфе в доме выкопали большое количество монет было на маленьком эпицентре шурфа в общем там монет еще куда больше этому шурфили всего навсего 3-4 часа вот что здесь было интересно как вы видите большое количество советских монет сегодняшний конечно интересная находка это было вот такое золотое кольцо но золотое кольцо цыганское потому что на нем проб никаких нет и я предполагаю что это обычное латунное колечко потому что на нем изначально было окисел я золото в свое время копал знаю как она выглядит копаная так что сразу могу сказать своим опытным глазом что это у нас не золото а наверное все таки латунь вот потому что на ней образовался окисел характерные латуни вот и я предполагаю что это обычное цыганское золото которое 80 90-е года цыгане продавали вот что еще было из интересного и это вот такая вот любопытная диковинка я думал сначала либо серьга либо брошка или же от кольца но когда более внимательно начала разглядывать то увидел внутри у нас какие-то имеется вот характерные технические такие срезы фигурные вот и я предполагаю что это обычная заклепка декоративная пуговица вот так что эту наш мурдяк после того как домой приношу я лишь тогда узнаю реальную цену данным предметом так что это очередная фигня кольцо фигня эта фигня следующее что хочу сказать из красивых вещей которые выпало это еще вот такая вот безделушка это у нас было свое время серьга а потому что на уголке остался кусочек какого-то проволочного изделия я не знаю это скорее всего серьга так что очередная шмурдятина и это у нас не серебро потому что здесь начали появляться болячки окислы значит это у нас нифига не серебро конечно можно же было проверить его при помощи йода но я думаю даже не стоит проверять потому что это бред полный это не серебро единственное что было из серебряного интересного это вот такое тоненькое колечко вот так что это серебро здесь вот место спайки имеется и возможно здесь был какой-то камушек или что-то в этом роде так что это серебряное колечко единственное из ценного металла что было вот из красивых предметов ну и конечно же монеты большое количество монет было 49 монет 49 некоторую часть я почистил как вы видите почистил какого до какого вида вот именно до такого другие монеты тоже чищеные в основном они у меня бывают после чистки вот именно выглядит так вот вот так но мне это не интересно а хотелось мне показать именно приятные вещи это вот такая вот вот такая царская монета я ее не чистил я слегка немножко навел такой блеск лоск чтобы монете был более такой реальный внешний вид это не часто такие появляются монеты копанные шурфа чтобы на них не было никаких болячек наростов и патина вот то ровная шикарная такая шоколадная патинка и я ее из-за этого вообще никак не чистил просто промыл водичкой и немножко шлифанул на тем самым вот навел такой приятный блеск это единственная первая находка царская 1899 года вот и большое количество было вот таких вот монеток это монеты 92 года они в принципе неплохо так выглядит и почистились очень очень хорошо так что тоже приятно такие монетки чистить потому что на копия не часто попадается 92 год вот так что эти монеты тоже приятные из старовых советских монет у меня была трешка тридцать пятого года вот в принципе неплохо почистилась и краснота с них вся ушла вот монетка неплохом таком внешнем виде я заговорил за красноту потому что монеты именно после реформа 61 года они сожалению сплав у них отвратительный большое количество меди в них и медь проявляется поверх монет и вы не расстраивайтесь если монеты у вас будут красные это в порядке вещей но иногда бывает так что монеты можно и почистить довольно таки приятно чистенько и желтый цвет на монете останется так что вот так вот можно довести монету до желтого внешнего вида причем это монеты после реформы но в целом монеты будут все равно красные как вы бы ни старались очень тяжело таким монетам придать желтый цвет это только если потом наносить накладывать пасину но сегодня я эту тему не затрагиваю не патинирую еще две монеты это у нас двадцать четвертого года трешка и двушка двадцать четвертого года это царская медь еще я их тоже только почистил слегка их поднял рельеф вот и все никакую пати но ничего я на них не наносил так что это еще две приятных монеты которые были найдены в этом шурфе вот некоторые монеты и конечно же порадовали тем что они большого такого внешнего вида это 50 копеек 61 года и грех было ее не почистить и почищено она выглядит вот так в принципе классно классно внешний вид приятный довольно таки приятно смотрится вот есть конечно монеты которые прошли точку невозврата это монеты тоже советские и на них вот такие вот убиенные бородавки появляются вот и такие монеты я считаю больше даже с ними не заниматься после того как я их почистил в жидкости вот сразу видно как монета внешне выглядит если появляются вот такие вот бородавки отслоение одного слоя я с такими монетами больше не занимаюсь эти монеты все умерли прошли точку невозврата были конечно же две монеты это как бы старого образца это 20 копеек 52 и 43 года просто народе среди камрадов их называют еще рамочники давали такие приятные почистились без красные пятна у нас удалились без вопросов без проблем так что монетки в очень хорошем бодрым внешнем виде вот и для образца в овощу хочу вам показать вот что вот монетам чищена полностью чищена но после чистки одна страна видите красная вся и в каком-то налете этот налет я удаляю при помощи щетки а а потом наношу вот такой вот рельеф приятный блестящий классной то есть монета принципе и такая монета в принципе уже готова к патинированию или же искусственное патинирование или патина который будет ложиться сама по себе именно на желтые монеты патина ложится хорошо когда ложишь ее на подоконник на солнышко и ультрафиолет делает свое дело еще одну монету для образца хочу показать это медно-никелевые монеты это 20 копеек то же самое монета была полностью чищена и одна сторона как вы видите доведенная до совершенства монета как будто после чекана только что вот так что имейте ввиду на этом и все все ребят на этом и все вот такая небольшая кучка монет у меня было в этой части шурфа было у меня сколько 49 монет вот и и 17 монет у камрада но там монет еще много и мы в этот дом еще вернемся так что все подписываемся не забываем ставить пальчик вверху и пишите в комментарии ваше мнение пока что а а а но а а а а Спасибо.